доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и сегодня по многочисленным просьбам я хотел бы показать вам методику чуть не сказал mmpi псмр простая зрительно-моторная реакция методика уникальна она идет в сочетании с методикой сложной зрительно-моторной реакции с методикой rdo реакции на движущийся объект и методикой таблицы шульте многие задают вопросы в письмах многие интересуются на сайте что же это за методикой что она дает у меня уже были неоднократные видео по этому поводу если кого-то это заинтересует более подробно можно пройти вниз по каналу по предыдущим видео там есть несколько два три или четыре или пять я уже сейчас не помню значит видео посвященных именно простой зрительно-моторной реакции это уникальная методика идущая на смену таким патопсихологическим методикам как таблицы шульте как таблицы ландольта красно-черная таблица горбова проба бурдона и так далее так далее так далее все-таки 21 век век компьютерных технологий и компьютеры действительно позволяют делать нечто новое не то что не было доступно в свое времени влюми вольфов не заигарник с усани яковлю не рубинштейн и другим светочем нашей отечественной патопсихологии по сути говоря это новый шаг в развитии патопсихологических методик только компьютеризированный в отличие от повторюсь таблиц шульте кольц ландольта и так далее что же эта методика позволяет исследовать главным образом это так называемая вывод по этой методике это так называемая не специфическая работоспособность на настоящий момент вы здесь можете наблюдать реальные результаты от 10 08 2019 года реального человека мужчины значит в возрасте 43 лет имеющего высшего образа высшее образование здесь заведены в программе нормативы нами рассчитаны и соответственно видно из таблицы что человек прошел три пробы то есть всего наше программное обеспечение позволяет провести обследование по пяти пробам в данном случае для ускорения процесса пфо вполне этого достаточно было проведено в отношении него три пробы видны его результаты высчитана программа и среднее значение максимальная минимальная средне квадратичное отклонение коэффициент вариации ну и такие вещи как опережение пропуск внутри нашей программы достаточно сложная формула и соответственно она реально достаточно сложная то есть вот эти данные полученные в процессе обследования процедуры обследования они в этой формуле все учитываются и соответственно программа делает вывод о так называемой неспецифической работоспособности данном случае она вот у товарища низкая что это значит но во первых с точки зрения психофизиологии это так называемый уровень функционирования центральной нервной системы да то есть высокий низкий средний высокий средний низкий значит насколько человек адаптирован к реалиям с точки зрения его психофизиологии давайте попробую перевести на русский язык то что я сказал вот что это значит переведу на русский язык это значит что человек должен выполнять определенную деятельность с заданной уровне заданным уровнем эффективности за определенный период времени без признаков утомления и истощения еще раз выполнение определенной деятельности с заданным уровнем эффективности без признаков утомления истощения деятельности понятно то есть человек возьмем это может быть любая деятельность тут нет дифференциации, она должна быть, мы ее учитываем, но тем не менее говорим сейчас абстрактно о некой общей работоспособности, не специфической так называемой. Соответственно человек умственного труда, человек физического труда, ему ставится определенная задача и он ее должен выполнить с заданным уровнем эффективности, прежде всего имеется ввиду качество выполнения работ, выполнить ее за определенный промежуток времени, при этом не истощившись и не утонившись в этой деятельности. Расшифрую еще проще, представьте себе человека Чарли Чаплина, как в фильме, он там работает на конвейере, закручивает гайки, так вот у него есть 8 часов работы, грубо говоря рабочий день, этот человек встает за этот станок и начинает крутить гайки, он их должен сделать определенное количество, там накрутить и соответственно за определенный промежуток времени сделать определенную работу, накрутить это количество гаек, да грубо говоря и соответственно значит выполнить ее с должным уровнем эффективности и качества, то есть все гайки должны быть хорошо закручены, при этом в конечном итоге он не должен испытывать чувство утомления или истощения, естественно утомление и истощение наступает, и задача психофизиолога выяснить, выполнит ли он деятельность за определенное время и отследить тот уровень истощения и утомления, который у него после этого наступит, ну вот это конкретно ситуационная ситуация, человек должен выполнить определенную деятельность за определенный промежуток времени с должным уровнем эффективности, в скобочках пишем качество, при этом не проявив признаков утомления и истощения, если эти признаки присутствуют и наступают слишком рано, предположим, до обеда он истощен, утомлен, этот работник не выполняет эту деятельность с должным уровнем эффективности и качества до какого-то периода, ну и соответственно оценка идет эффективности, почему так и называется работоспособность, да, то есть эффективность работоспособности человека, очень важный и значимый показатель в любой деятельности и это применимо как к физическому труду, так и к умственному труду, различий здесь нет, они учитываются при так называемой профессиографии, описание профессии, той или иной должности человека, да, то есть или это рабочий за станком, или это ученый за письменным столом и так далее, это все учитывается, но это уже конкретное применение данной методики, специалист это должен учитывать. Итак, повторюсь еще раз, должный уровень эффективности за определенный период времени без признаков утомления и истощения. Вот что дает нам простая зрительно-моторная реакция. Будет интересно, пишите, расскажу о ССМР, сложной зрительно-моторной реакции, чем она отличается и чем показатели ССМР отличаются от показателей ПЗМР. Будет интересно, расскажу и о РДО при вашей заинтересованности. На этом все, благодарю вас за внимание и удачи вам!